Девушки отдыхают АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают АПЛОДИСМЕНТЫ 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 150-летием Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Вместе с вами этот юбилей отмечают все, кто ценит наше национальное, историческое, культурное, духовное достояние, кому дороги великие традиции отечественного искусства. Созданная в 1866 году, консерватория прошла большой, насыщенный творческий путь. И благодаря подвижничеству многих поколений, талантливых, беззаветно преданных любимому делу преподавателей и выпускников, стало уникальным, известным во всем мире музыкальным кузом, крупным научным просветительским центром. Здесь всегда царили дух свободы, творчества и созидания. Бережно сохранялись заветы отцов-основателей консерватории, зарождались и крепли новаторские идеи. Убежден, что нынешний коллектив Московской консерватории и впредь будет вдохновенно служить высоким идеалам искусства, открывать дорогу молодым дарованиям. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я не могу не воспользоваться возможностями, чтобы сказать несколько поздравительных слов и от себя, потому что это действительно дата замечательная. Не так часто можно говорить о том, что полуторавековой путь был непрерывным, был передачей лучших традиций русской музыкальной школы от поколения к поколению. Учителей, ученикам, которые потом тоже становились учителями. Такого опыта больше нет. Московская консерватория единственная в своем роде. Глубоко уважаю других людей, которые с поколения к поколению посвящали свою жизнь русской музыке и русской музыкальной школе. Искренне вас поздравляю. Спасибо. Приветствую Патриарху Московского Эксения Руси и Кирилла Патриаре Николаев Соколову, выпускнику Московской консерватории. Приветствую Патриарху Московского Эксения Руси и Кирилла Патриаре Николаев Соколову, выпускнику 150-летия Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Уважаемые господин директор, дорогой Александр Сергеевич, уважаемые преподаватели и студенты, примите сердечные поздравления в составе 50-летия в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыка – это одно из удивительных дарований, которым Господь наделил людей. Во-вторых именах – это те, кто обладал особо талантами слышать и творительными. История Московской консерватории славна именами, волшебствами, Соколовичу мировую культуру, композиторского и исполнительства искусства. Среди них Чайков, Рахмаль, Танеев, Стрябин, Шостокович, Галаван, Светлана, Смешников и многие-многие другие выдающиеся музыканты. Создание этого учебного заведения полтора века назад было новаторским проектом для того времени. Консерватория задумывалась ее вдохновителем и первым ректором Николаем Кубинштейнером как центр доступна для всех сословий систематического музыкального образования. Отрадно, что традиции учебной консертов-производительской деятельности во многом сохраняются и поныне. Весьма важно, что в стенах консерватории началось изучение русского языкового пения. В 1866 году в качестве профессора истории церковного лепения в России был приглашен брокерей Розуковский, создавший эту раму, не существовавшую отрасль музыкальной науки. Одновременно кафедра стала общепризнанным центром российской науки в области музыкальной палеографии и изучения русского церковного певчевского искусства вплоть до ее знания в 1917 году. Спустя 80 лет научные исследования в области Воспольской христианской церковной певчевской культуры были воздухом для них. Сегодня Воспольская консерватория является авторитетным учебным заведением, выпускниками которого востребованы как в России, так и за ее пределами. Они выступают на лучших мировых сценах, подтверждая своим исполнительным искусством высокий уровень полученного образования и многим людям консерватория известна как концертная площадка, занимающая важное место культурной жизни страны. Начиная с 1958 года здесь проводится всемирно известный музыкальный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Поздравляем всех вас с рознаменитым юбилеем! Хотел бы желать помощи Божьей, вдохновения, успеха, здоровья, руководству профессорскому составу и бессерту студентов Воспольской консерватории в главном деле сохранения и приумножения культурного настояния нашего народа Кирилл Патриарх Московский и Циан Грузин. Мы с вами готовы. Хочу от себя также поздравить всех наших дорогих, близких, любимых, с тем я учился, кто меня учил, кто сегодня присутствует здесь. Этот свет русский Азербайджан Куртулович. Это радость, это его, кстати, нет. Дай Бог вам здоровья, мира, намного, спасибо Господу. Приветствия министра культуры Российской Федерации и вручения награду Министерства культуры Российской Федерации Владимира Востиславовича Митинского. Уважаемый Александр Сергеевич, Владимир Ильич, уважаемые коллеги, Московская консерватория давно стала синонимом и символом высочайших достижений наших музыкальных мальчиков. Мы знаем, что основатель консерватории Николаев Эйнштейн поставил перед вузом следующую высокую цель, процедивную, дать стране русских учителей музыки, русских музыкантов и оркестров, русских певцов и певиц, которые будут трудиться так, как должен трудиться и взять уважающий себя и искусств. Путь пройден к консерватории за 150 лет и выдающиеся достижения все это неоспоримое показательство того, что цель поставленная в основательной консерватории достигнута на 100%. Ведь среди консерваторцев огромные плеяда выдающихся деятелей отечественного искусства. Надеев, Арахмани, Сокрябин и Нежданков, Голованов, Немецковских, Кабаретских, Рейдников, Абори, Тубинских, Клюевых, Лихтеров и многие-многие другие. Сегодня консерватория – это мировой музыкально-научный центр, одна из главных музыкальных сцен нашей страны, на которой получают противоположистого, самоврядного и самокрестижного международного конкурса, конкурса Евгения Чайковского, будущие мировые звезды. Мы гордимся достижениями в нашем ресторватории, уверены, что да, с честью будем преумножать эти традиции. Владимир Ильич сказал, сейчас сказать, что цель, что такой юбилей в 150 лет выпадает один раз на два поколения. Я не уверен, что всем будет удастся отложить на 200-летний юбилей, хотя, конечно, мы будем делиться вместе со студентами, но я уверен вам, что вне зависимости от ярких, красивых юбилейных цифр, каждый дом, в котором проживает в Московской ресторватории, она выпускает много звезд, она открывает много имена, и она вносит все больше и больше в копилку до великой цели, которую поставил Николай Евгеньевич Рудышный. Пользуясь случаем, разрешите вручить ведомственной награды Министерства культуры преподавателю в сотрудничестве. Первый я имею в виду сам, благодарность Министерству культуры, коллективу Московской государственной конституции Ильича Евгеньевского. Почетными грамотами Министерства культуры Российской Федерации награждается Наталья Николаевна Ведерникова, профессор кафедры органа и клавесина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Производственного центра звукозаписи и звукописи. Владимир Юлиянович Захаров, советник концепта работы «Трия Шуфара». Наполея Владимировна Ковец, начальник управления бухгалтерского учета, главный бухгалтер. Дариса Анатольникова Мовчан, заведующая методическим кабинетом. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Игоревич Розовов, проектор по административно-хозяйственной работе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валерия Петровна Ракушкина, начальник хозяйственной службы. Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ольга Владимировна Лозева, профессор кафедры в теории русских. АПЛОДИСМЕНТЫ